Итак, смотрите, для того, чтобы поменять нам это изображение фоновое, нам нужно, видите, наверху выделилось вот это 6 точек, где секция прям все выделила, значок 6 точек. Но мы не можем его поймать. У нас, видите, хидр лезет, панель редактирования хидра лезет. Для этого мы пойдем на небольшую хитрость. Мы, вот видите, появляется редактировать хидр. Кликаем по кнопке, во второй вкладке отображается сразу этот хидр. Вот он, видите. Видите, мы его должны удалить временно. Кликаем по крестику, сохраняем изменения. Сейчас будет очень ювелирная работа. Возвращаемся назад. Давайте обновим страничку. Видите, сверху есть небольшая возможность дотянуться. Оп, 6 точек, кликаем. Видите, стиль. Вот оно появилось изображение. Кликаем по изображению. Изображение у нас, давайте поймаем его. Размеров вам нужно сюда также загрузить. Размера 1920 на 1000 пикселей. Сейчас я посмотрю на свое главное изображение. Вот оно. Видите, оно также 1920 на 1000 пикселей. И вставляем это изображение. Так, по умолчанию. Давайте центр, центр. Размер. Так, теперь, значит, что нам нужно сделать? Теперь нам нужно перейти во вторую вкладку, где мы удаляли хидр. И здесь, внизу есть стрелка, история. Кликаем по истории. И вот, видите, удален. И под ним начало редактирование у меня. Я вот кликаю по начало редактирования. У меня все возвращается. Мы кликаем пообновить. И давайте здесь обновимся. И перезагрузим браузер. Видите, у нас все вернулось. Все хорошо. Теперь нам нужно поработать с шапкой сайта. Нужно нам, видите, как бы сделать логотип такой. Линию поставить и кнопочку справа. Давайте, у нас уже открыта панель, вот где мы удаляли эту секцию. И давайте, получается, давайте перекрасим временно в любой цвет, чтобы видеть, что мы делаем. То есть, я навел на 6 точек, на секцию эту. И, допустим, тут же красный переделаем. Да, да, смотрите, вот у нас это слей был. Давайте этот виджет удалим. И внизу давайте добавим вид в колончатую верстку. Слева у нас будет заголовок. А справа у нас будет кнопочка консультация. Так. И давайте... Нет, не так. Нет, не так. Давайте добавим верстку, одну колончатую. Да, вот. И добавим виджет вот этот, внутренняя секция. Сюда мы добавим заголовок. А справа мы добавим виджет кнопка. И теперь мы этот виджет можем перенести вот сюда. Нет, что-то не то. Мы не то перенесли. Мы теперь должны поймать вот этот виджет вот в нижние 6 точек и вот сюда перенести. Отлично. Теперь давайте скопируем. Сейчас. Здесь я в сайте примере также перейду на header. И здесь вот заголовок. Копируем заголовок. И переходим вот сюда и вставляем Елена Миланова. Сейчас я в стилях посмотрю, что он белый цвет. Алекс 70. Отлично. Переходим в стиле. Цвет текста белый. Типографика по умолчанию. Давайте Алекс. Вот. И шрифт 70. Кнопочку давайте. Переходим в этот виджет. Давайте по правому краю. Тексту кнопки должен быть консультация. В стилях давайте пока сделаем же его. Цвет фона белый. Белый цвет текста черный. Далее давайте скроем. И скругление углов везде поставим 10. Да. И также тень объекта. Теперь смотрите. Нам нужно как бы отрегулировать здесь ширину. Мы берем и вот этот блок увеличиваем. потом вот этот виджет где название лейбл в содержимом мы выравниваем по центру так чтобы eng теперь нам нужно вставить еще один блок заголовок по плюсу кликом чтобы слева панель виджета отобразилась заголовок вот добавили виджет и под сюда под лейбл вот здесь здесь мы вставляем название фотограф давайте по центру стиле цвет текста белый значит белый поставили типографику семейства смотрите advent pro 26 так отлично и теперь давайте еще сюда добавим разделитель также по плюсу кликаем внизу чтобы виджет отобразить здесь мы должны добавить разделитель и унести под фотограф вот сюда здесь значит ширина 43 ставим по цен центру стиле белый 1.15 теперь давайте вот этот блок весь выделим в расширенных удаляем отступ сверху 0 давайте снизу удалим вот этот блок который мы выделяли давайте обновим изменения сохраним изменения кликну пообновить и вернемся вот на нашу главную страницу и обновим также эту страницу чтобы посмотреть что у нас получилось так а давайте я вот это только заливку уберу красную что мы делаем сдвину на прозрачный цвет обновить и здесь также обновим так смотрите что у нас тут получилось и на сайте образце давайте кое-что сейчас провернем смотрите помните мы удаляли давайте снова удалим обновим обновить смотрите сейчас мы мы кое-что не сделали нам нужно было небольшое затемнение поставить вот 6 точек смотрите стиль вот цвет фона а есть перекрытие фона и нам нужно поставить здесь тип фона классический и давайте черный цвет поставим вот отлично обновить и здесь мы опять же к истории и да и отредактировано вот до удален по ссылке теперь сохраняем изменения переходим на нашу главную страницу и обновляемся и кстати мы еще кое-что сейчас сделаем отлично и вот этот английский текст нужно заменить на наш сейчас мы для этого сюда и просто копируем смотрите вот тут где мы копируем есть тег br br это значит перенос на следующую строку вот этим тегом можете манипулировать вставлять его куда угодно в этой имеют в этом названии обновить в принципе нормально нет прямо уж так слишком темно давайте посмотрим главную страницу но это мы все подделаем